В городской администрации прошли публичные слушания по проекту решения Думы об утверждении правил землепользования и застройки. Впервые проект был вынесен на публичное слушание еще в марте. Тогда было решено отправить его на доработку. Напомним, утверждение новых правил землепользования и застройки было необходимо для приведения в соответствие с федеральным законодательством. Доработанный проект вынесли на суд общественности. Для участия в личных слушаниях зарегистрировалось почти 170 человек. Большинство из них участвовали в слушаниях проекта в марте. О том, какие предложения были рассмотрены при доработке одного из ключевых документов города, рассказала слушателям Оксана Камаева, начальник управления архитектурой и строительства Азбестовского городского округа. Все предложения и замечания в проект правил землепользования и застройки были рассмотрены на комиссии по землепользованию и застройке города Азбест. При участии представителей разработчиков проекта правил ООО «ОПТИС» и по каждому из них принято следующее решение. Первое предложение. О дополнении территориальных зон G1, G1А, G2, G3, DSO, ODK, ODS, ZRZ, R, P, SHI, разрешенным видом использования по 12.2 специальная деятельность. Данный вопрос был рассмотрен на комиссии по правилам землепользования и застройке, и комиссии принято такое решение – отклонить. Напомним, код 12.2 – специальная деятельность подразумевает размещение, хранение, утилизацию, накопление, обработку и обезвреживание отходов, в том числе медицинских, биологических и радиоактивных отходов, а также размещение скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов и других подобных объектов. Предприятия и индивидуальные предприниматели предлагали присвоить код 12.2 жилым, огородным, промышленным и рекреационным зонам, а также зонам развития застройки. Как пояснила Оксана Камаева, отказ обоснован положениями федерального законодательства. В целях соблюдения положений 89 ФЗ 24.06.1998 года об отходах производства и потребления, где сказано, что захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещается. Еще одной волнующей горожан темой стало возможное строительство сурьменного завода на территории Азбестовского городского округа. По новому градостроительному плану в городе две промышленные зоны. Зона П1 в районе РМЗ. Здесь допускается размещение производства первого и второго класса опасности. И зона П2 на северо-востоке муниципалитета, где находятся корпуса бывшего завода металлоконструкции, именно там приобрела участок национальная сурьменная компания. Причем в зоне П2 установить следующие требования. Строительство производственных предприятий первого и второго класса объектов опасности по санитарной классификации не допускается. Реконструкция существующих предприятий, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, допускается при условии соблюдения требований предъявляемых производственным предприятием четвертого класса опасности. Эти меры должны привести к тому, что на приобретенной территории НСК сможет разместить только офис или автопарк. Также новые правила землепользования и застройки помогут городу избавиться от мусоросжигающего производства, которое попортило немало крови горожанам. Кроме того, администрация ответила отказом на предложение разместить вышки сотовой связи в зоне жилой застройки. Предлагаю завершить обсуждение. Ставлю на голосование вопрос. Я прошу быть внимательными и в данном случае определиться со своим голосом. Рекомендовать Думе Азбестовского городского округа принять решение об утверждении правил землепользования и застройки Азбестовского городского округа в новой редакции. Кто за то, чтобы одобрить данный проект? Доработанный проект правил был принят единогласно. Воздержались 21 человек, среди которых были представители мусоросжигающего производства. После поддержки на публичных слушаниях проект был представлен на внеочередном заседании Думы Азбестовского городского округа. Также депутатам было представлено заключение прокуратуры. Проект решения проверен на соответствии Конституции Российской Федерации, другим федеральным законам, а также Уставу Азбестовского городского округа. Принятие рассматриваемого проекта решения находится в правотворческой компетенции Думы Азбестовского городского округа по форме, предмету и содержанию правового регулирования. Не противоречит положениям Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. Коррупционных факторов в проекте нормативно-правового акта не выявлено. За принятие проекта проголосовало большинство депутатов и лишь один проголосовал против. Таким образом, новые правила землепользования и застройки Азбестовского городского округа были приняты большинством голосов. Татьяна Мельникова, Владимир Денисов, Новости ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова